Все-таки, Володь, это здорово. 31 декабря, рабочий день, настроение можно прочувствовать Новый год с коллегой. Ну, как бы, да, мне кажется, мы немножко рановато как-то сегодня собрались, но хотя бы создаем себе праздничное настроение. Ну, еще очень много дел, нужно украсить елку, дома еще, в конце концов, нужно успеть поработать сегодня, прийти домой и приготовить. И не растерять настроение, наверное, это самое главное. Очень. Ну, что, бенгальские огни догорают, я думаю, пора включать свет в студии и начинать. Доброе утро, Ульяновск! Привет весь 73-й регион. На телеканалах «Репортер 73» и «ОТР» вы смотрите «Утро с репортером». Дождались. На календаре 31 декабря. Настроение абсолютно нерабочее. Хочется закончить все дела и с чувством выполненного долга окунуться с головой в предпраздничную кутерину. Ой, очень хочется, очень, но мы не можем оставить наших зрителей 31 декабря без нас. Тем более, что до Нового года осталось всего ничего 13 часов. И за это время надо успеть очень много. Если героиня Людмилы Гурченко в своей песне убедила всех, что и за 5 минут можно сделать очень много, то мы, представьте, успеем. Что мы можем успеть вообще за эти 13 часов? В первую очередь мы успеем поделиться отличным настроением, актуальными новостями и интересной информацией. А еще уютом и теплом, красотой с нами делится наш партнер салон «Цветы и штучки». Друзья, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И в это предновогоднее утро с вами Екатерина Терещенкова и Владимир Гаврилов. Репортер 73 в новом сезоне еще и на ОТР. Живи и смотри. Оперативные новости ежедневно. Эксклюзивные интервью и детальные расследования. Бодрое живое утро с гостями в студии и на площадках города. Подробности национальных проектов и их исполнения на местах. Курс на здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. В эфире и соцсетях. Конкурсы и удивительные открытия. Репортер 73 заглядывает в самые отдаленные села региона и рассказывает, как живут земляки. Вместе интересно постигать азы театральной грамоты и повышать уровень финансовой подготовки. Защищать экологию и права гражданина. Нам под силу трансляции концертов, соревнований, форумов и парадов. Репортер 73 в год Великой Победы читает письма памяти. Чтит героев нашей страны и любит свою малую родину. Репортер 73 в новом сезоне. Еще и на ОТР. Живи и смотри. Новогоднее настроение нам сегодня дарит все, а Оксана Галеева в своей рубрике «ЗОЖ» даст несколько дельных советов. С нашим гостем будем говорить о тех, кому отдых в Новый год только снится. А еще, может, споем, а может быть, почитаем стихи. И вместе со всем Ульяновском, со всем регионом готовимся к одному из самых любимых праздников года. Поехали! Ой, Володя, Новый год к нам мчится, скоро-скоро все случится. Впереди длинные новогодние каникулы, которые надо, мне кажется, грамотно распланировать. Ну вот распланировать, а, кстати, ты чем будешь заниматься в новогодних каникулах? Кататься на коньках, на санках или все-таки отдыхать? Не наезжай на меня, я буду отдыхать, но дозированно, потому что нельзя вот так взять все, бросить и сразу окунуться в омут отдыха. Надо как-то все аккуратненько это дело проводить. Ну, соглашусь с тобой, вообще есть, конечно, наверное, какие-то и идеальные рецепты. Ну, есть, конечно, идеальный вариант проведения новогодних каникул. Это все вышеперечисленное на самом деле. То есть каждый день должен вбирать в себя и домашние уютные посиделки, встречи с друзьями, активные посещения родственников, близких, друзей и подвижные игры, а также развлечения. Это очень здорово, но если не получается совмещать все в один день, договариваемся чередовать развлечения, как ты и говорил. Не загоняем свой организм в жесткие условия, после которых потребуется еще одна неделя отдыха от отдыха. Еще лучше следовать советам специалистов, которые точно знают, как настроить свой организм на нужный лад. За один день достичь серьезного результата вряд ли, конечно, получится, но на то и Новый год, чтобы привносить в свою жизнь что-то новенькое. О здоровом образе жизни прямо сейчас расскажет Оксана Галеева. Доброе утро! С вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской и детской йоги. Вся наша жизнь, это движение, даже каждый длинный путь начинается с одного маленького шага. Сегодня мы сделаем вместе шаг к здоровому образу жизни. Вы когда-нибудь задумывались, почему именно летом у нас прекрасное настроение? Потому что именно витамин D, получаемый от солнца, помогает синтезировать гормону серотонину. Тот гормон, который приносит нам чувство счастья. Но очень важно знать, что именно гормон серотонин, он ответственен не только за наше чувство эйфории, но также за хорошую работу всего желудочно-кишечного тракта. Только 5% его образуется в головном мозге, а 95% идет именно за счет хорошего пищеварения. В области, которая отвечает за усвоение, выделение, то есть в нашем животе. Поэтому и в осенние, и в зимние деньки мы можем чувствовать себя прекрасно, в хорошем настроении. Если мы будем заботиться именно о хорошем самочувствии и о хорошей работе своего желудочно-кишечного тракта. Для этого я предлагаю соблюдать элементарные правила. Следите за сбалансированностью своего питания. Собмещайте белки с вашими овощами для того, чтобы восстанавливать кислотно-щелочное равновесие, удерживать и лучше перерабатывать всю белковую пищу. Балуйте себя цитрусами, цитрусовыми фруктами, пряностями, которые будут вас согревать, такими как корица. Все это будет согревать вас изнутри и приносить чувство удовлетворения. Следите за достаточным количеством поступлений чистой воды в свой рацион. Очень хорошим антидепрессантом будет чай Эрл Грей. Почему? Потому что именно здесь добавлено эфирное масло пергамота. Как известно, пергамот относится к хорошим антидепрессантам. Ну и, конечно же, вы должны заботиться о достаточном количестве движений, которые совершаются в течение дня. Потому как малоподвижный образ жизни будет приводить к застоям, к различным зажимам, будет препятствовать хорошему кровотоку. А вы знаете, что любая стоячая вода рано или поздно превратится в болото. Мы же не хотим, чтобы то же самое происходило внутри нас. Поэтому я предлагаю достаточно двигаться и каждый день выполнять элементарную зарядку. Сегодня я покажу вам небольшой комплекс на работу вашего желудочно-кишечного тракта. Ну что, приступим? Выполняем динамичную навасану. Это похоже на обычное упражнение пресса. Вверх. Выдох вверх. Только мы вытягиваем параллельно полу одну из ног. Выполняем до 30 раз. Далее мышцы живота мы должны вытянуть. Поэтому мы переходим в полумост. Фиксируем подбородок возле груди. Вытягиваем заднюю часть шеи. Вытягиваем мышцы живота и пресса. Руки в замок. И облокачиваемся на свои плечи и стопы. Фиксируемся. 10 дыханий. И после этого скручивающее положение. Похоже на упражнение Павана Муктаса. Поза, изгоняющая ветра. Выгоняющая все лишнее из нашего организма. Делаем в динамике. И ложимся немножко отдохнуть. А я желаю вам хорошего дня. Не лениться. Двигаться. И получать удовольствие от жизни в любое время года. Катя, а ты когда-нибудь замечала, как разительно меняется город и люди в преддверии Нового года? Ну, конечно, конечно. Я и сама по себе чувствую, что при поднятое настроение хочется наряжаться все чаще и чаще. И яркие краски, и огни, и песни. Вот все это заполняют улицы, парки, скверы. Люди становятся добрее, отзывчивее. А после 20-х вообще начинают поздравлять друг друга с наступающим. А я вот заметил интересную тенденцию. Каждое утро 31 декабря... В баню с друзьями мы не ходим, конечно. Тем более сегодня вообще рабочий день. В общем, еще утром люди погружены в свои мысли о предстоящем рабочем дне. Он короткий, предпраздничный и такой суетливый. Пора успевать к накрытому столу. Это точно. И в середине дня 31 декабря в магазинах в очереди за батоном, маслом, икрой, овощной или зернистой. А к 6-7 часам вечера все уже по домам и усиленно режут салатики. В 9 вечера в магазине можно сильно удивить продавцов одним единственным вопросом. Как свежие огурцы закончились? Точно. А дальше все по накатанной. 12 часов, Новый год, а после примерно часа полтора звуковой какофонии салютов, петарды и смеха, конечно же. Ну и вот как? Как, скажи мне, после этого работать? Ну мы же будем отдыхать. Но сейчас мы все-таки отработаем. Ведь это наша любимая работа. Мы ведь с тобой любим телезрителей. Хотела сказать, любим наших коллег. И вот вообще любим то, чем мы с тобой занимаемся. Поэтому работать, конечно, можно. Давайте посмотрим, как ульяновцы подготовились ко встрече Нового года. Надо читать сценарий. Ну а в прошлом году звездой был Степан. Его приглашали на различные утренники, на выставки. Он славится своим добрым, миролюбимым характером, никогда не обижает деток и с удовольствием принимает любое угощение. И вот сейчас мы его угостим капустным листом. Ну а в этом году Степану придется расстаться со своим звездным статусом и передать эстафету вот этим замечательным декоративным крыском. Хвостику и его подружке. Кличку пока еще не придумали. Пару месяцев от роду по утрам недовольно голодные, а в общении простые, без признаков агрессии. Новые обитатели станции юных натуралистов пришлись по душе многочисленным гостям. На руки идут, особого ухода не требуют. Так что идеальный вариант для тех, кто желает иметь символ года в домашнем обиходе. При должном подходе живут около пяти лет. Да и вообще, если верить восточному календарю и легенде о Будде, крыса – животное номер один. Кто первый переплывет через реку, тот откроет вот этот календарь. Все животные поплыли. Река бурная, река большая. Первый вышел бык на берег. И вдруг он начал махать судорожно хвостом, все, и к ногам Будды упала крыса. Она его укусила в нужный момент, переплыла на нем, укусила в нужный момент. И он ее сбросил в аккурат туда, куда она, в общем-то, хотела. Еще одни грызуны тут же по соседству – чилийские белки Дегу, прибывшие из Южной Америки. В отличие от крыс, на руки Нини прибывают в состоянии непрерывной подвижности. А уж если из клетки сбегут, мало не покажется. Если убегают, то могут перегрызть провода. У нас перегрызли у холодильника провод. Сбежали мы, их тут ловили очень долго с Владимиром Константиновичем. И у обогревателя, меня меняли, вот там обогреватель стоит, там поменяли весь провод. То есть они очень, на то они и грызуны. Неподалеку шиншилы в банках. Невероятно пластичный скелет позволяет вмещаться в одной емкости парой. Мех у них очень интересный, но у них нет сальных желез, им надо постоянно сушить. Если будет влажная атмосфера, мех набухает, весь все сваливается и становится очень некрасивым. Если падает шиншилла в воду, она тонет тут же. Потому что все это, ну, собак, собаки плавают, там, других животных. Они как бы смазывают мех свой, вот этими сальными, ну, специально у них там все это, а шиншилла нет. Из одной волосяной луковицы у шиншилл растет до 70 волосков. О, красавица. Да, вот-вот-вот. Да, я бы тоже купаю цель на тяну, они режем, мы тоже насыпаем. Хвост вытащила. Я поздравляю вас с наступающим годом в компании вот такого замечательного его символа. Желаю вам перенять хитрость, ловкость и такую житейскую гибкость во многих делах. Пусть все будет хорошо, будьте здоровы, счастливы, любви и гармонии. Всех благ, с Новым годом! 31 декабря утром говорить о подарках к празднику как-то не Камильфо. А все должно быть готово к одному из самых главных праздников года. Ну да, это было сложно и было затратно, но с подарками вот у меня вопрос решен. Осталось дождаться главного момента вручения и вот наслаждаться теми эмоциями, которые подарки доставляют близким людям. Я обожаю смотреть, как у меня девчонки радуются. Вот как раз тебе больше нравится дарить или быть одаряемой? Ну, мне больше нравится дарить, потому что иногда я смущаюсь, вот когда мне дарят, кажется, что... А вдруг я еще не подготовила в ответ подарок, так это совсем неудобно как-то. А у тебя как дела? Ну, мне тоже, наверное, больше нравится подарить, потому что так, чтобы угадать с тем, что мне в любом случае понравится, довольно сложно. Это точно сложно, тем более сейчас такой огромный выбор в магазинах. А вот чего ты ждешь? От вдохновения или вот как ты подбираешь подарки? Ну, обычно это происходит либо очень сложно, либо когда я точно вижу, что да, вот эта вещь понравится человеку сто процентов. Ее надо сразу брать, даже если это лето. И заранее уже готовиться. Ну, с лета это, конечно, здорово хранить подарки. А вот о том, как не пожалеть денег на подарки и о современных трендах финансовых рынков, нам расскажет наш эксперт Олег Сайгушев. Доброе утро, дорогие друзья. С вами финансовый эксперт Сайгушев Олег и наша рубрика «Финансовый ликбез». И сегодня мы поговорим о чудесах. О чудесах финансов и восьмое чудо света — сложный процент. Именно так его назвал в свое время Альберт Эйнштейн. Почему? Давайте разберем на простых математических формулах. Многим из вас знакомы по программе школьной, либо по программе вуза формула простого процента и сложного процента. Как они выглядят? В данных формулах Future Value и Present Value. То есть это текущая стоимость, текущая сумма, это будущая сумма. В этой формуле R — это наша норма доходности, T — это период, в течение которого происходит наращение, накопление денежных средств. Как мы видим, что отличает простой процент от сложного процента? В течение времени, в формуле простого процента, время уже становится функцией экспонента. То есть увеличивает наши доходы не линейно, как в формуле простого процента, а по экспонентной формуле. Для примера, чтобы понять, как это работает, разберем простые примеры. На старте 50 тысяч рублей, ежемесячное пополнение 5 тысяч рублей в месяц с нормой доходности 20% годовой. Некоторые спросят, а как это возможно? Таких доходностей на рынке нет. На самом деле они есть, особенно если говорить о фондовом рынке и использовании различных форм получения гарантированного дохода в виде возврата уплаченного НДФЛ на индивидуальном институционном счету. И рассмотрим, что происходит, как работает магия сложного процента на длинных промежутках времени. Для многих может показаться срок 10, 20, 30 лет чем-то недостижимым. Но для тех, кто имеет детей, я думаю, никому не секрет, время пролетает моментально, дети растут быстро. И возраст 10 лет, и 20 лет для родителей проходит очень незаметно. Так вот, если рассматривать срок 10 лет, то при заданных параметрах начальных, за срок 10 лет собственными накоплениями, пополнениями и первоначальной суммой накопится сумма 600 тысяч рублей. Но за счет того, что новые деньги дают новые деньги, а сложный процент именно об этом, на выходе будет накопленная сумма с нормой доходности 20% 2,2 миллиона. Немного, скажете вы, но давайте посмотрим, что происходит на промежутке 20 лет. При тех же самых параметрах на выходе сумма уже 18 миллионов рублей. Те же самые простые действия, 5 тысяч рублей в месяц, которые может позволить себе практически каждая семья. И по истечении горизонта 30 лет сумма пополнения 1,8 миллионов рублей своими средствами, а вот уже наращенный процент даст вам на выходе целых 134 миллиона рублей. В текущих деньгах, как вы понимаете, эта сумма, точнее покупательская способность этих денег будет все-таки сильно отличаться от тех, что мы можем себе позволить на эту сумму. То есть инфляция, главный враг любых денег, съедает покупательскую способность денег. Но согласитесь, имея в наличии 134 миллиона рублей, даже в будущих деньгах через 30 лет вам будет гораздо спокойнее и легче жить и чувствовать себя на пенсии, как мы это видим по зарубежным бабушкам и дедушкам, спокойно путешествующим по всему миру. И только благодаря тому, что они знают магию сложного процента и делают регулярные инвестиции, регулярные накопления в течение долгих промежутков времени. Это доступно каждому, поэтому дружитесь с финансами, живите в достатке и встретимся с вами в новых передачах. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире предновогодний выпуск информационной программы «Реальность». Обратите внимание, насколько ярко и креативно выглядит елка в технопарке. Так вот, как раз в канун Нового года команда воспитанников и руководителей из технопарка «Кванториум» отправилась в Москву на престижное первенство. Произведя усиленный, поверьте, усиленный мозговой штурм, наша команда сумела произвести впечатлений и вышла, если пока не на международный, то на всероссийский уровень уж точно. Один из звездной команды Данила Филиппов считает себя везунчиком. Нашел компетентного наставника и тему в интерес и на перспективу. Мы разрабатываем продукт, который поможет в будущем биологам изменять какие-либо гены вирусов, бактерий, получить лекарства, например, каких-то неизлечимых заболеваний, возможно, в будущем, то есть от рака, например. Но пока что это не так сильно возможно, но это все-таки находится на стадии исследований. И у нас главной задачей была его автоматизация, то, что мы делали ту задачу, которую биологи не могут сделать руками. Команда «Аргентум» получилась межрегиональной. Биологи из Мурманска плюс ульяновские программисты. Такое решение стало оптимально эффективным, хотя и потребовало колоссальных подготовительных усилий. А стартовали в мае, за полгода до финального инженерного конкурса «Квантериада-2019». Реально мы работали три часа в аудитории. Я им это все наговаривал, практически монологом. С каждым лично работал. Они приходили домой и разворачивали это часов в десять, наверное, своей самостоятельной работой. То есть по срокам это как-то вот так. Где-то к сентябрю, когда мы уже съездили на очный этап МФТИ, вот там биологи поработали в лаборатории руками. Наши ребята-программисты это все увидели, еще раз поняли, как это устроено. «Аргентум» — серебро заочных этапов и престижная четверка в финале. Ценные перспективы и знания принципиально иного уровня. Всего же в первенстве участвовало более четырех сотен школьников, как российских, так и зарубежных. А само испытание поделили на десять направлений — треков. Воспитанницы технопарка Анна и Лиана отдали предпочтение гибкой электронике. Я учусь в классе физмат, и мне нравится все, что связано с нанотехнологиями, с физикой. Нравится все техническое. Я учусь в классе бакалавриата международного, и мне, по сути, нравится очень физика, а нанотехнологии. Это было очень неизведанное что-то, и меня это очень сильно приманило. Думаю, вот как классно будет что-то новое узнать. Все заявленные проекты получат дальнейшее развитие. Кванториада-2019 — явное подтверждение. Регион умеет взращивать талантливую молодежь. Татьяна Домоданова, Алексей Слипченко, репортер 73. Как вас зовут? Елизавета. Меня зовут Сергей. Робко и неуверенно, стесняется. Елизавета протягивает руку и осматривает кабинет главы региона. Это ее новогодняя мечта — встретиться с губернатором Ульяновской области. И вот она исполнилась. Красивый кабинет, мне он понравился. А вот садись давай на кресло губернатора. Располагайся. Дальше, дальше, дальше. Садись, чтобы тебе удобнее было. Только что сегодня Владимир Владимирович прислал такую вот открытку президент Российской Федерации. Надеюсь, он поздравляет с Новым годом. Этот Новый год запомнится на всю жизнь, говорит семилетняя Лиза. Но уже спешит рассказать желания и на следующий год. Я хочу, чтобы я увидела своими глазами живую Владимира Владимировича Путина. Пятый год подряд первые лица региона примеряют на себя роль Деда Мороза и исполняют детские желания. В 2014-м подарки получили 36 ребят. Сегодня более 200. У меня касался молодой человек, который заказал, как и мой ребенок. Он любит мультфильм, по-видимому, любит мультфильм «Черепашки-ниндзя». И, соответственно, сегодня я подарю «Черепашки-ниндзя» игрушки. Это очень интересно. У меня мой ребенок был очень увлечен этим до определенного возраста. Поэтому я думаю, что эти игрушки подарят ему очень позитивные эмоции. Кто-то загадал велосипед, кто-то планшет, кто-то мяч, а Юля Дадаева – коньки. Я уже давно научилась на котиках кататься, и это больше всего мне нравится из зимних игр. А ее младшие сестры в своем авторском послании пожелали кукол. Сегодня без подарков никто не ушел. Вместе с Дедом Морозом пожелать вам счастья, пожелать вам огромного количества подарков. Пожелать вам, чтобы вы очень сильно любили своих мам, пап. С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья и успехов, чтобы никто не болел, чтобы все были по-настоящему счастливыми людьми. Марина Тимофеева, Юрий Давыдов, репортер 73. Встреча состояла в Центре культуры и досуга «Восход». После долгих споров и обсуждений между многодетными Димитровграда и городскими чиновниками, с помощью региональной власти странам наконец-то удалось прийти к согласию. Межевой план земельного участка подготовлен. Остается поставить его на кадастровый учет, провести публичные слушания. У нас все земельные участки мы должны передать. То есть, соответственно, здесь сформировано с учетом уже и спортивных площадок, и локаций, соответственно, по детским садам, ну и, соответственно, были тут пожелания по отступу от телевизионной башни. Потому что, соответственно, все это выдержали. Долго обсуждали, долго спорили. Вроде как консенсус пришел. Это только первый этап, который включает в себя жилую застройку под 90 земельных участков. Вслед за этим готовится еще участок для многодетных. Межевой план направлен в Росимущество. Участок должен быть сформирован уже в начале следующего года. Муниципальную собственность из федерального ведения будет передано 450 гектаров под будущую застройку. Составляется такой план на 20-й год. И на 21-й год мы тогда будем уже планировать выделение бюджетных средств для того, чтобы начать строить инженерную конструктуру. Надо бы даже с вами четко понимать, кто готов строиться, кто не готов строиться. Тот, кто не готов строиться, чтобы мы просто понимали. Не готов, потому что невозможно найти деньги на проект. Мы тогда предложим бесплатный проект. Для нас в России важно, чтобы не земельный участок продали, а реально построить. Глава региона обозначил также задачу до 8 марта. Начало выделения земельных участков в первой очереди. Определить, какие и где инженерные сети необходимо проложить. А также понять наполняемость инфраструктуры. Сергей Морозов рекомендовал руководству города взять пример Сауяновска и выбрать представителя многодетного поселения для принятия совместных решений. Любое их требование к органам местного самоуправления, управлением, службам является обязательным. Готовы? Хорошо, Сергей Морозович, мы пообщаемся в Пурианском область. Посмотрим, как нам его наложить здесь на Димитровград. Многодетные Димитровграда к такому подходу в работе, предложенному Сергею Морозовым, оказались готовы. Мы как бы четко нашли рабочий график, потому что мы уже привыкли каждый месяц, полтора, встречаться в рабочей группе и решать вот эти вопросы ваши. Следующая рабочая группа пройдет в январе. В помощь Димитровградским многодетным для обмена опыта приедут ульяновцы. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специальный для репортера 73 из Димитровграда. Ленинский мемориал Закрутит детей и взрослых в водоворот чудес и волшебства и станет центральным событием праздника. Уникальной эту постановку сделали живая музыка и захватывающая дух хореографии в исполнении воспитанников студии эстрадного балета «Экситон». В спектакле принял участие 41 юный танцор и, по словам художественного руководителя, каждый из них проникся спектаклем и полюбил его. Мы приготовили нашему городу Ульяновску замечательную новогоднюю сказку, которая называется «Просто щелкунчик». Все танцевальные сцены в этой сказке исполняет эстрадный балет «Экситон», то есть его воспитанники, наши детки. Мне нравится эта постановка в том, что нужно верить в чудо. Зрители поняли, если верю в чудеса, то они всегда будут сбываться. Именно в этом спектакле изюминка его в том, что мы работаем с Ульяновским государственным симфоническим оркестром. То есть мы танцуем под живую музыку, и для нас это, конечно, сложно, но, безусловно, красиво, и это бесценный опыт для нас. Юные танцоры признаются, что для них это постановка – возможность научить зрителей верить в чудо, как это сделали все артисты спектакля. Эта постановка – это очень яркое явление, как мне кажется, вообще в культурной жизни, может быть, без преувеличения сказать нашей страны. Почему? Потому что задействованы очень солидные силы исполнительские. Ну, во-первых, это, конечно, актеры, ведущие актеры драматических театров, Ульяновска. Это, конечно, потрясающий образцовый ансамбль «Экситон». Удивительно, совершенно я впервые столкнулся, но это коллектив просто высочайшего качества. И, конечно, наш Ульяновский академический симфонический оркестр, который сейчас на подъеме, который является одним из ведущих оркестров в стране без преувеличения. Действительно, особую волшебную атмосферу создает музыка Чайковского в исполнении Ульяновского государственного симфонического оркестра. Для этого спектакля им пришлось урезать состав музыкантов, ведь всех артистов оркестровая яма Ленинского мемориала не вмещала, но это никак не повлияло на качество исполнения. Не лукаве можно сказать и о таланте ульяновских актеров, которым удается не только заинтересовать маленьких зрителей, но и заставить поверить в сказку взрослых ульяновцев. Погрузиться в мир волшебства и научиться верить в чудо можно до 6 января. За это время в Ленинском мемориале пройдет 22 подобных мероприятия. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. Зима, Новый год, Рождество. Фестиваль изобразительного искусства, музыки и театра под занавес уходящего года. Изюминка художественной составляющей – персональная выставка молодого художника, уроженца Ульяновска Андрея Щеголькова. В экспозицию вошли 40 произведений из мастерской художника. Ценители искусства отмечают, прежде всего в глаза бросается игра с цветом и объединение самых разных течений искусств 20 века. Начиная от гиперреализма и кончая экспрессионизмом. Но вот это тонкое чутье цвета – это то, что прежде всего привлекает, поражает и создает это особое настроение. Андрей Щегольков – ученик одного из основателей объединения «Левый берег» Алексея Соколова. В каждой картине цветы, но есть нюансы. В них скрываются ощущения от человека, прожитого дня, прекрасного утра или сонного вечера. Как рассказывает сам художник, в картинах цветы – не цветы, натюрморт – не натюрморт и портрет – не портрет. Я не могу объяснить, как это все получается, почему это так, почему это так. Это получается, потому что это вот мое. Но опять же, мое. А почему? Потому что есть люди рядом, есть какие-то эмоции, есть какие-то события. Это все в комплексе. Талантливый человек талантлив во всем. Андрей Щегольков, помимо написания картин, занимается еще и музыкой. На официальном открытии выставочной экспозиции молодой художник афишировал свой концерт, который планирует провести после Нового года. Максим Бажанов, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Атмосфера Нового года складывается из компонентов, начиная от праздничных блюд, заканчивая украшениями и гуляниями. Для каждого человека есть свой, родной, определяющий атрибут празднества. Для многих – это музыка. Специально для жителей Ульяновска Калил Уилсон исполнит рождественскую джазовую классику из знакомых всем с детства легендарных бродвейских мюзиклов, голливудских фильмов и другие композиции, ставшие визитной карточкой Нового года во многих странах. Мастерство Калила неоднократно удостаивало самых высоких оценок от видных деятелей джаза со всего мира. Молодой артист. В России не впервые, и зима его не пугает. Скромный, чуть смущенный. Счезлавие, как он говорит, не его добродетель. А ему-то как раз похвастать есть чем. Калил Уилсон – один из самых молодых джазовых артистов нашего времени. Калил, как его называют господин из Сан-Франциско, обладает уникальным глазовым тиабасоном и прекрасно себя чувствует в любом направлении музыки, начиная от классической джазовой и R&B, заканчивая академической музыкой. Учился Калил Уилсон в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса как оперный певец и этномузыковед. Хотя ему пророчили успешную карьеру классического музыканта, по совету легендарного гитариста Кенни Баррелла, он вновь обращается к джазу и выпускает свой первый сольный альбом. Моя карьера началась с детства, когда я просто начал петь, и я встретил поддержку в своих родственниках, в своих друзьях. Они поддерживали во мне любовь к музыке и к пению. Я фактически просыпаюсь с песней, ложусь спать с песней. Благодаря трудолюбию и бесконечной любви к музыке Калил завоевал признание американской и европейской публики. Он лауреат многочисленных премий в номинации «Лучший джазовый вокал» и участник большого количества международных фестивалей как в самих США, так и в Европе и Азии. Праздники молодой артист встретит в России далеко от дома. Для меня это опыт моих поездок в Россию. Дома мы всегда собираемся вместе. Рождество – это повод собраться вместе дома и послушать рождественскую музыку. Рождество – это прежде всего о семье. Счастливого Рождества и Нового года. Все, поздравляю, очень коротко. Всем мир! Артист говорит, рождественская музыка о том, что все мы равные и все мы люди на земле. Также Рождество для меня – это символ связи между Америкой и Россией. Всем мир! И ульяновцы с ним согласны. Впереди репетиция и сам концерт. Затем длительный тур по России. Приезд великого музыканта стал настоящим новогодним подарком всем меломанам города на Волге. Павел Петриков, Алексей Слипченко, репортер 73. Небольшой скромный снаружи, но богатый внутри музей патронного завода. Архивные записи, вырезки из газеты – все помогает восстановить историю завода полностью. Однако музей готов принимать и другие выставки. Накануне на базе музея открылась выставочная экспозиция поисковых отрядах, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На торжественном открытии выставочной экспозиции собрались ветераны патронного завода, представители поисковых отрядов, школьники и друзья музея. Сейчас самое время в канун 75-летия Победы обратиться к этой важной теме. Лучше всего это, конечно, рассказывают те предметы, которые мы до сих пор находим в нашей земле, на месте боев. И дети, конечно же, соприкасаясь с этими предметами, они лучше понимают, какой ценой нам досталась эта победа. На выставке следы войны. Письменные принадлежности бойцов, записки, пряжки и монеты. Все артефакты были найдены двумя поисковыми отрядами на местах боев, а сама экспозиция собиралась с сентября месяца. Как отмечают бойцы поисковых отрядов, самый главный артефакт – это смертный медальон. У нас было семь, найдено семь смертных медальонов, и это чудо, иначе как чудом назвать нельзя, они все семь были прочитаны. То есть сейчас часть находится на экспертизе, часть уже прочитана, информация установлена, идет поиск родственников этих бойцов. Вернуть имена и перезахоронить останки на родине – главная цель работы поисковых отрядов. Герои – обычные граждане, медики, военные, бизнесмены и даже домохозяйки. Этим занимаются все наши люди только лишь по зову души и сердца, только лишь поэтому. Выставка открыта для всех и совершенно бесплатная, как, впрочем, и посещение самого музея патронного завода. Руководство приглашает всех желающих на экскурсию, в том числе школьные классы. Максим Бажанов, Юрий Давыдов, репортер «73». Всего хорошего, наилучшего, здоровья, счастья, благополучия, всего-всего. Всем здоровья, в первую очередь, счастья и успех в новом году. Здоровья, счастья, пускай немножко денег побольше будет. Успехов, здоровья, ну, всех, чтобы все сложилось, как они хотят. Здоровья, конечно, добра, улыбок, любви, хороших встреч. Побольше нам рабочих мест, чтобы люди могли работать. Здоровья, прежде всего здоровья, и остальное, мне кажется, все приложится. Семейного благополучия, счастья, здоровья, обычные жизненные радости маленькие. Здоровья, счастья, побольше денег, я могу сказать. Побольше денег, здоровья главное. Я хочу поздравить всех жителей города Ульяновска, ну, и заодно всех жителей нашей обогромной страны. С Новым годом, с наступающим. И пожелать всем здоровья и прекрасного встречи. Всем здоровья. И побольше денег. Их всегда мало. Только удачи и счастья. Удачи, счастья и здоровья, самое главное. Удачи в делах, главное. И особенно в работе, чтобы очень удачно устроиться с работой. Это сейчас самое главное, что нужно для жителей нашего города. Здоровья. И много-много всего хорошего. Здоровье самое главное. Чтобы пенсию прибавили нам с первым. Самый праздничный, чтобы Новый год был. А вот что они сами себе хотят, то пусть, скорее всего, и сбудется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 6 января. Ленинский мемориал. Для меня заря, что с меня... Легенда советской эстрады Сергей Беликов. Здравствуй, здравствуй. Большой новогодний концерт. Билеты на сайтитикетфан.ру и в концертных кассах города. Наступает время создавать новое. Время оттачивать свое мастерство. Быть безупречным в детали. Лучшим из лучших. Гросс. Гарантия совершенства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным сайта Гесметио, 31 декабря в Ульяновске пасмурно, снег. Температура воздуха по области ночью от минус 3 до минус 7, днем минус 1, минус 5 градусов. В городе температура воздуха ночью минус 4, минус 6, днем от минус 2 до минус 4. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра артутного столба. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Володь, а как ты относишься к подаркам, которые делают своими руками? Исключительно положительно. Ну, это правда. Подарки эти находят своих адресатов иногда даже не на Новый год, а в основном на день рождения одаряемого. У меня вот такая градация. А ты сам к Новому году что-то делал своими руками? Ну, в детском саду помню, да. Были аппликации, шарики из ниток и клея ПВА, елочные украшения, дождик, бумага. В общем, все шло в дело. Так, а сейчас почему-то эти навыки не используешь тогда. Лень. Лень. Просто лень. В магазинах сейчас такой большой выбор украшений, что делать что-то самому уже не имеет смысла. Вот зря ты так думаешь, Володь. Всевозможные праздничные мелочи, сделанные своими руками, как нельзя лучше подчеркнут индивидуальность твоего дома, в том числе, и создадут характер украшенного интерьера. И в этом, кстати, нам сегодня опять подскажет наша любимая Валерия Лобода и ее рубрика «Стиль». Доброе утро, дорогие телезрители! Неумолимо близится к нам новогодняя ночь. Самая волшебная ночь года, в которую каждый из нас с вами верит в волшебство. Даже если вы уже перестали давным-давно верить в Деда Мороза, в волшебство, исполнение желаний, вы все равно верите. Так как я эксперт по гармонизации пространства, а еще и эксперт по гармонизации энергии, сегодня мы с вами поговорим об очень приятном тренде 2020 года, который начался еще в 2019-м. Это тренд на самообразование. Очень многие люди увлеклись разнообразными курсами и марафонами. Про один такой известный марафон исполнения желаний вы наверняка слышали. Так вот, сегодня я устрою вам экспресс-мастер-класс по загадыванию желаний, чтобы они у вас сбывались быстро, легко и самым наилучшим образом для вас. Нужно выполнить всего лишь несколько простых шагов для того, чтобы обладать желаемым. Вам об этом никто не расскажет, но сегодня я открою этот секрет. Вы уже, наверное, слышали, что загадывать желание нужно в настоящем времени. Так вот, не просто в настоящем времени, а так, как будто вы уже обладаете тем, чего так давно хотели. Например, я ношу шубу в 2020 году. Причем я ношу шубу из норки в 2020 году. А не так, что я хочу носить шубу из норки в 2020 году. И здесь может быть абсолютно любое ваше желание. Не я хочу квартиру, а я живу в своей собственной квартире. Как свершившийся факт. Конечно же, не забывайте о том, чтобы ставить дату своего желания. Ставьте временные рамки. Так Вселенная будет лучше знать, к какому времени исполнять ваши желания. Еще один немаловажный факт. Желание должно содержать максимальное количество нюансов. Когда вы чего-то хотите, проговаривайте абсолютно все мелочи, которые должны присутствовать в вашем исполнившемся желании. Это крайне важно, потому что если вы не проговорите абсолютно все нюансы, то когда желание исполнится, вы можете испытать разочарование, что сбылось оно неправильно или неполностью. Чтобы этого избежать, уделяйте внимание деталям. И, конечно же, избегайте частицы «не» и отрицательных выражений и слов, и заряженных негативно. Потому что Вселенная просто не слышит частицу «не». И наш ангел-хранитель, который стоит у нас за спиной, записывает все в точности так, как мы ему говорим. Поэтому утвердительно в настоящем времени с указанием дат и с максимальным количеством подробностей о своем желании. Тренд прошлого года — это карты желаний. Потому что еще, конечно же, желание нужно визуализировать. Если вы этого не сделаете, то желание будет исполняться достаточно долго. И Вселенной будет сложнее понять, чего же вы на самом деле хотите. Так вот, карты желаний уходят в прошлое. Больше не нужно ничего клеить, не нужно делать эти огромные плакаты. Нет. Сейчас тренд на медитации. Поэтому вы также можете сделать медитацию для исполнения своего желания. Все, что потребуется от вас, это закрыть глаза, сделать глубокий вдох, сделать хороший выдох полный, немножечко подышать в спокойном ритме и представить себе, что ваше желание сбылось вот прямо сейчас. И вы им уже обладаете. Насладитесь этим ощущением. Отметьте абсолютно все детали и испытайте реальные эмоции, как будто у вас уже все есть, о чем вы желаете. И наслаждайтесь этим до тех пор, пока вам приятно. Это может быть 5 минут, может быть 10 минут, это может быть 15 минут. Я думаю, что 15 все-таки достаточно. Потом спокойненько. Делаем глубокий вдох, медленный выдох и открываем глаза. После этой медитации для исполнения своего желания вы почувствуете очень приятное состояние. И я уверена, что выполняя эту простую медитацию несколько раз в неделю или несколько раз в месяц, ваше желание исполнится максимально быстро и самым наилучшим образом для вас. Так что прислушивайтесь к нашим советам. Смотрите нашу рубрику «Мы встретимся с вами в 2020 году». И я желаю вам счастливого Нового года. И чтобы все ваши желания сбывались. Одна из главных новогодних традиций, особенно после появления телевизоров, это, конечно же, новогодний «Голубой огонек». Да, «Голубой огонек» — телевизионная музыкально-развлекательная программа, выходившая в эфир на первой программе центрального телевидения «Гостелерадио СССР» с 6 апреля 1962 года по 1985. Изначально программа транслировалась еженедельно, по выходным дням, а затем только по праздничным и нерабочим. В выпусках «Огонька» принимали участие известные советские исполнители оперы, балета, опереты, цирка, народной и эстрадной музыки. Обязательно были и почетные гости. Космонавты, герои Советского Союза, герои социалистического труда, видные военные деятели, передовики производства и многие другие представители науки и искусства. Почетный гость первого выпуска 1962 года — космонавт Юрий Гагарин. С 1964 «Голубой огонек» стал традиционной ежегодной новогодней телепередачей. Неизменными остались и выступления эстрадных звезд. Как дань традиции новогодние поздравления от звезд, которые в уходящем году приезжали в Ульяновск с гастролями, концертами и творческими вечерами. Белорусский, а теперь и английский актер Олег Сидорчик, недавно посетивший Ульяновск, вот уже двадесятка лет под Новый год работает Дедом Морозом. И, увы, не понаслышке знаком с изнанкой этого праздника в России. У меня в Минске было, я как-то Новый год никогда дома не встречал, вечно на каких-то корпоративах. И тоже для Треста, торгового Треста мы давали, значит, какой-то корпоратив. И там 9 столов, что-то их надо было каждому представителю Треста обслужить, каждому подарок, и везде лезут и лезут, со стаканами лезут. Я отказываюсь, не пью. Потом рассчитываться, и нам типа там на 20% говорят меньше. Я говорю, а что такое, что людям не понравилось, вы не хотите с ними выпивать. Ну, я им отомстил. Ну, как не отомстил, у нас оставалось в мешке какие-то подарки, я не оставил ничего, я все забираю. Впрочем, не в России одной. Новогодние издержки случаются и в русских семьях, в Чопорной и Пуэтанской Великобритании. Я подрабатываю там Дедом Морозовым. Именно для русских, русскоговорящих детишек. Они сохраняют русскую речь, естественно, родители пекутся об этом. Вот, и поэтому у них праздники. И я вижу, как бы внутри, в семью я вхожу хоть на какое-то время, а это все-таки праздник, поэтому все более раскрепощенно. Вот, и я вижу вот изнутри эти семьи, вот про русские семьи, иногда приходишь с Дедушкой Мороза. А тоже наливают, кстати? Так, вот я про это и говорю. Есть кто-то, и вот у меня было несколько раз. Я прихожу, надо с детками работать, а он ходит, как это говорится, в майке-алкоголичке, вот такой вот пузо здесь у него. Он уже никакой, папа. Там детки, гости пришли. Дед, давай, с вас так. Я говорю, мне поработать как минимум надо. А он настырно, ну, выпивший, пьяный человек. И меня просто уже, я срываюсь, говорю, слушай, говорю, у тебя совесть есть? У тебя, вон, девчонки, дай ты мне с детьми поработать. Набухаешься, успеешь ты потом набухаться. Что ж ты, блядь, гонишь как? Ну, вот такое тоже бывает. Ну, это, слава богу, не часто. Но не без этого. У нас это постоянно. Не без этого. Еще одним предновогодним гостем нашего города стал известный актер российского театра и кино Михаил Полицеймака. За что он любит или не любит Новый год? А что касается Нового года, Ну, эта традиция, знаете, вот, может быть, чем она хороша? То, что люди встречают Новый год в семье. Да? Несмотря на какой-то десятидневный запой всей страной, обжираловкой, больницей, кардиологией. Это люди, они встречают Новый год дома. И самое главное, что это не просто вот праздник нажраться алкоголя и буйствовать, а это просто побыть с семьей, побыть с детьми. Вот. Я, честно, вот, у меня нету такого вот трепета, да. Мне очень нравятся, конечно, елочные украшения, гирлянды, то, что, значит, приходит этот странный человек Дед Мороз с, слава богу, с трезвой иногда снегурочкой, вот, дарит подарки. Это же приятно, получать подарки. Не обошлось и без новогодних поздравлений у левовцев. И нет одного только полицеймака. Я бы хотел в наступающем, вот он уже скоро наступит, чтобы вы успокоились, все друзья мои, чтобы вы, прежде всего, не нервничали. Потому что, в принципе, если вы будете нервничать, вы не будете нервничать, мало что изменится, в принципе. А ваше здоровье нужно только вашим родным и никому больше. Поэтому нервничать не надо, надо встретить Новый год, гулять, двигаться, общаться с детьми, играть, слушать музыку, ходить в театр, стараться духовно себя обогащать в следующем году, читать книги, меньше смотреть телевизор и попытаться соблюдать те заповеди, о которых сказано, и которые написаны не просто так. А так, дорогие ульяновцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом, всего-всего вам самого хорошего. Я сидел сегодня с маленькой бородкой, мои дорогие детки. Моя белая длинная борода обязательно отрастет. Поэтому я приехал специально из Англии сюда, к вам в Ульяновск. У вас тут так много снега. И это такая благодатная почва для взращивания белых бород Деда Морозовских. Поэтому принимайте поздравления от меня, от зарождающегося Деда Мороза. Всего вам доброго, мои хорошие. Дорогие симбирцы, ульяновцы, я от всего сердца поздравляю вас с Новым годом. У вас замечательный город. Любите свой город, любите друг друга. Вам есть ради чего жить. И да процветает город Ульяновск. И храни вас Господь. Ну и, конечно, счастья семейного, теплого, чтобы было много детей, и чтобы не было житейских проблем. Поздравляю с Новым годом. И надеюсь, что этот год принесет нам всем еще больше опыта и прибавит вам много-много сил. И очень нужно быть сильными, крепкими. и в ресурсе для наступающего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ой, Володя, какое-то у меня волнующее предвкушение внутри. 31 декабря. Вот уже скоро-скоро Новый год, но самый главный гость немножечко опаздывает. Кого мы сегодня ждем? Ну, как всегда. Естественно, его доброго новогоднего волшебника Деда Мороза заждались уже. Хотя утро, ему, наверное, надо как-то время, плюс у него сегодня активный вечер будет. Я думаю, что он просто разносит подарки огромному количеству ребятишек, но о нас точно не забудет. Тем более я уже слышу его шаги. Да, дедушка! Как мы рады с вами встрече. Здравствуйте, дорогие мои. Присаживайтесь. Доброе утро. Я пришел, здравствуйте. Как от вас холодом поверило в студию у меня. Доброе утро, дедушка. Мы очень-очень вам рады. Вот я хоть и взрослая уже дамочка, и у меня у самой двое детей, но мы действительно радуемся, как дети. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. И традиционный вопрос. Как просыпается Дед Мороз? Дед Мороз в новогоднюю ночь вообще не спит, потому что забот и хлобот, как говорится, полон рот. Забот. Очень много дел, которые нужно успеть сделать за этот новогодний, предновогодний день. Ну вот как Дедушка Мороз готовится к Новому году? Какие задачи перед собой ставит? Сколько у него дел? Да. Ну вообще на самом деле, конечно, у Деда Мороза очень много дел и забот зимой, перед Новым годом, потому что нужно успеть укрыть снегом деревья, поля, леса, луга, деревья, дома, чтобы все было красиво. Нужно нанести на окна снежные узоры, да, чтобы все было волшебное. Нужно заморозить речки, озера. Вот. У Деда Мороза много помощников, иначе бы он просто не успел бы сделать все эти дела. И вот мы еще, значит, зимой строим ледяные катки, снежные дворцы, различные ледяные фигуры. Украшаем город гирляндами, неоновыми огнями. В общем, на площадях ставим различных красивых животных, зверей, птиц. Ну и, само собой, на центральных улицах города, или там ставится огромная елка, украшенная волшебными огнями, чтобы каждый человек, который приходит туда, сразу понимал, что скоро состоится вот самый замечательный праздник в году – Новый год. Чтобы прозвучали вот эти самые главные слова, волшебные с детства, раз, два, три, елочка-гори – это вот слова, которые, наверное, невозможно забыть. Нет. Как Дедушка Мороз, я их лично никогда не забываю. А вот это и загадываешь желание. Я вот хотел, раз мы о памяти начали говорить, как Дедушке Морозу удается не забыть. Списочек где-то составляется, или там современные технологии сейчас на помощь приходят. Вы про подарки или что? Вообще, план действий, вот столько дел, тут снегом укрыть, тут заморозить воду, и ничего не забыть, ничего не пропустить. Да, это действительно тяжело, но я говорю, у меня много помощников, которые мне напоминают это сделать. Так что все нормально, как говорится, с планом все в порядке. Дедушка, ну а как вы узнаете, какие желания мы загадываем, и взрослые дети? В самом начале зимы мне начинают поступать письма, которые мне приносят белки, зайцы, совы, различные животные и, конечно, снеговики. Ночью они оживают, идут на почту, оттуда отбирают всю почту Литмороза и приносят мне. Вот поэтому иногда снеговиков поутру не оказывается на том самом месте, где их построили. Просто они, значит, перешли на другое место. Все эти письма я внимательно читаю, запоминаю, кто что загадал, кто что попросил. У меня есть огромный, замечательный такой сказочный мешок. Он настолько большой, что туда, в общем-то, могут поместиться все подарки мира. Вы хотите, конечно, спросить, а как я... Кому какой подарок, конечно, да. Я опускаю руку в свой волшебный мешок, в бороду шубчу имя ребенка, и волшебный подарок оказывается у меня в руке, который я вручаю. Здорово. Я, конечно, стараюсь подарить абсолютно всем подарки, всем детям без исключения. Не хотелось бы, чтобы кто-то в Новый год остался без подарка. Но скажу вам по секрету, что больше всего мне приятнее дарить подарки детям, которые весь год хорошо себя вели, слушались маму и папу, помогали бабушкам, дедушкам, выполняли какие-то, в общем, обязанности по дому, ну и, само собой, учились на 4 и 5. Но таких много детей? Все-таки их, наверное, больше? Их абсолютное большинство. А вот, я не знаю, коллега или родственник ваш, Санта-Клаус, он вот если ребенок плохо себя вел, там какие-то уголечки ему вместо подарков подкидывать. А у нас с этим как-то попроще. Попроще. Да, вот этим мы отличаемся, что... Мы добрее? Мы абсолютно добрее, да. Взрослые пишут письма или уже не веруют? Вы знаете, иногда бывает, что и взрослые пишут письма, но чаще они загадывают в новогоднюю ночь желания. И эти желания я тоже стараюсь выполнять. Как правило, мужчины просят помочь им в каких-то жизненных трудных ситуациях разобраться с этой ситуацией. Ну, а женщины, как правило, просят для себя счастья. Ведь каждая женщина хочет быть счастливой, правда же? А детки что больше всего просят? Игрушки? Да, детки, как правило, просят. Ну, это тоже зависит от возраста ребенка. Дети, которые помладше, просят машин, кукол, там, я не знаю, какие-то игрушки. А детишки все-таки постарше, они и посовременнее, поэтому просят уже гаджеты, смартфоны или планшеты. Но хочу вам сказать, что бывают иногда и очень необычные пожелания, когда ребенок просит не какую-то конкретную игрушку, а просит исполнить его желание какое-то. И желание достаточно интересное бывает. Например, кто-то хочет стать волшебником, кто-то хочет стать очень красивым или самым сильным. И чтобы Вовка из третьего ВБ его больше не трогал. Но я хочу сказать, чтобы стать самым умным, красивым, там, сильным. Для этого надо заниматься спортом, посещать различные секции. Вот, и тогда можно достичь. А не было таких детей, которые загадывали, хочу быть Дедом Морозом? Бывает, бывает. Получается у них? Ну, для этого нужно пройти определенный курс молодого Деда Мороза. Чтобы потом вследствие стать настоящим. У меня дочь... Я-то вот бороду рощу, но когда я в нее что-то говорю, у меня волшебник в руке ничего не появляется. У меня поэтому дочь попросила в этом году, написав вам письмо, но она его положила в морозильную камеру, в полную веру, что вы оттуда его заберете. И она попросила волшебную палочку. Сказала, ну, я же сама тогда в себе себе все и наколдую. Мы пока работаем. Не стоит ребенка разочаровывать. Нужно обязательно, чтобы, когда она посмотрит в эту морозильную камеру в следующий раз, надо, чтобы этого письма там не было. Да, мы... То есть, чтобы письмо ушло по назначению. Оно ушло. Оно уже ушло. Ну, там маленький с ним... Постарайтесь выполнить желание ребенка. А для чего Деда Мороза посох? Ну, во-первых, как бы возрастные трудности. Мне все-таки больше трехсот лет. И вы знаете, иногда бывает довольно тяжело перебираться через огромные снежные сугробы. И посох мне в этом помогает. Ну, а потом с помощью этого посоха я все-таки делаю различные волшебства. Да, во-первых, я деревья укрываю снежком. Я зажигаю новогоднюю красавицу-елочку на различных новогодних мероприятиях. И исполняю желание детей. А вот, кстати, желание детей. Когда Дедушка Мороз приходит, я не знаю, это откуда-то из глубокого детства повелось, что ребенок встает на табуретку обязательно и рассказывает стишок. Как? Вы уже, наверное, все стихи знаете. Или удивляют до сих пор? Я хочу вам сказать, что, к сожалению, я знаю только традиционные стихи, потому что каждый год их пишут все больше и больше, больше и больше. И вы хотели спросить, для чего ребенка ставят на табуретку? Ну да, да, то есть, чтобы он повыше к дедушке был или? Ну, во-первых, поближе, не повыше, поближе к дедушке, да, чтобы дедушка хорошо его слышал. А во-вторых, чтобы все гости, которые собрались сегодня за праздничным столом, все также увидели это у ребенка. А у дедушки Мороза, кроме Снегурочки, какая семья? Большая ли у дедушки? Ну, мы знаем, что это двоюродный брат или вот Санта-Клаус-то, какой он там брат. А вот какова семья, дедушки? Ведь один работаете, на семью-то время есть вообще? Действительно, вот из самых близких родственников, это моя внучка Снегурочка. Есть еще Баба Яга, но это довольно дальняя родственница, дальняя. Не случайно вот во многих сказках судьбы Деда Мороза и Бабы Яги, они как-то переплетаются. Вот. Есть еще совсем дальние-дальние родственники, это тоже Деды Морозы, но в других странах. Их зовут там по-разному, но суть одна. Да, мы приходим в Новый год и дарим детям подарки. Я хотел бы рассказать стишок. С удовольствием послушаю, если вы еще не забыли. Я, может быть, не полностью его вспомню, но он такой предновогодний. Он мне очень нравится. Утром кот принес на лапах первый снег, первый снег. Он имеет вкус и запах. Первый снег, первый снег. Значит, скоро, очень скоро, полетят салазки с горок. Замечательно. Это, если убрать все новогодние стишочки, которые тоже где-то в голове остаются. Вот, кстати, магия, наверное, этих стихов, ты вроде бы их каждый день не рассказываешь, но когда кто-то начинает говорить, они сразу всплывают в памяти. Это все волшебство Нового года? Конечно. Конечно, абсолютно. То же самое, и я могу сказать про новогодние песни. Мы же тоже их не поем каждый день. Но когда кто-то начинает пить, мы с удовольствием их подтягиваем. Да? А у дедушки отпуск летом? Он отдыхает летом? Или готовится опять к очередному сезону? Нет. Отпуска у меня, к сожалению, не бывает. Просто после Нового года я уезжаю к себе в резиденцию, и там уже после всех новогодних праздников начинаю готовиться к следующим новогодним праздникам. Это опять вот составление плана на год, что нужно сделать. И опять-таки сбор подарков для детей в следующем году. И сегодня, 31 декабря, всем хотелось бы услышать поздравления с Новым годом именно от вас. Дорогие ульяновцы, я желаю всем наступающим в 2020 году мира в душе, добра к своим родным и близким, любви, огромной любви, счастья в семьях. С наступающим Новым годом! Ну а мы продолжаем! Разве что забыл спросить дедушку, поэтому... Дедушка... Ушел. До следующего года. Вот теперь продолжаем. Ой, Володя, Новый год к нам мчится! Скоро-скоро все случится! Впереди длинные новогодние каникулы, которые надо, мне кажется, грамотно распланировать. Ну вот распланировать... А, кстати, ты чем будешь заниматься в новогодних каникулах? Кататься на коньках, на санках или все-таки отдыхать? Не наезжай на меня, я буду отдыхать. Но дозированно, потому что нельзя вот так взять все, бросить и сразу окунуться в омут отдыха. Надо как-то все аккуратненько это дело проводить. Ну, соглашусь с тобой. Вообще есть, конечно, наверное, какие-то и идеальные рецепты. Ну, есть, конечно, идеальный вариант проведения новогодних каникул. Это все вышеперечисленное на самом деле. То есть каждый день должен вбирать в себя и домашние уютные посиделки, встречи с друзьями, активные посещения родственников, близких, друзей, и подвижные игры, а также развлечения. Это очень здорово, но если не получается совмещать все в один день, договариваемся чередовать развлечения, как ты и говорил. Не загоняем свой организм в жесткие условия, после которых потребуется еще одна неделя отдыха от отдыха. Еще лучше следовать советам специалистов, которые точно знают, как настроить свой организм на нужный лад. За один день достичь серьезного результата вряд ли, конечно, получится, но на то и Новый год, чтобы привносить в свою жизнь что-то новенькое. О здоровом образе жизни прямо сейчас расскажет Оксана Галеева. Доброе утро! С вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской детской йоги. Вся наша жизнь, это движение. Даже каждый длинный путь начинается с одного маленького шага. Сегодня мы сделаем вместе шаг к здоровому образу жизни. Вы когда-нибудь задумывались, почему именно летом у нас прекрасное настроение? Потому что именно витамин D, получаемый от солнца, помогает синтезировать гормону серотонину. Тот гормон, который приносит нам чувство счастья. Но очень важно знать, что именно гормон серотонин, он ответственен не только за наше чувство эйфории, но также за хорошую работу всего желудочно-кишечного тракта. Только 5% его образуется в головном мозге, а 95% идет именно за счет хорошего пищеварения. В области, которая отвечает за усвоение, выделение, то есть в нашем животе. Поэтому и в осенние, и в зимние деньки мы можем чувствовать себя прекрасно, в хорошем настроении, если мы будем заботиться именно о хорошем самочувствии и о хорошей работе своего желудочно-кишечного тракта. Для этого я предлагаю соблюдать элементарные правила. Следите за сбалансированностью своего питания. Совмещайте белки с вашими овощами для того, чтобы восстанавливать кислотно-щелочное равновесие, удерживать, и лучше перерабатывать всю белковую пищу. Балуйте себя цитрусами, цитрусовыми фруктами, пряностями, которые будут вас согревать, такими, как корица. Все это будет согревать вас изнутри и приносить чувство удовлетворения. Следите за достаточным количеством поступлений чистой воды в свой рацион. Очень хорошим антидепрессантом будет чай Эрл Грей. Почему? Потому что именно здесь добавлено эфирное масло пергамота. Как известно, пергамот относится к хорошим антидепрессантам. Ну и, конечно же, вы должны заботиться о достаточном количестве движений, которые совершаются в течение дня. Потому как малоподвижный образ жизни будет приводить к застоям, к различным зажимам, будет препятствовать хорошему кровотоку. Вы знаете, что любая стоячая вода рано или поздно превратится в болото. Мы же не хотим, чтобы то же самое происходило внутри нас. Поэтому я предлагаю достаточно двигаться и каждый день выполнять элементарную зарядку. Сегодня я покажу вам небольшой комплекс на работу вашего желудочно-кишечного тракта. Ну что, приступим? Выполняем динамичную навасану. Это похоже на обычное упражнение пресса. Вверх. Выдох вверх. Только мы вытягиваем параллельно полу одну из ног. Выполняем до 30 раз. Далее мышцы живота мы должны вытянуть. Поэтому мы переходим в полумост. Фиксируем подбородок возле груди. Вытягиваем заднюю часть шеи. Вытягиваем мышцы живота и пресса. Руки в замок. И облокачиваемся на свои плечи и стопы. Фиксируемся. 10 дыханий. И после этого скручивающее положение похоже на упражнение Павла Муктаса. Поза, изгоняющая ветра. Выгоняющая все лишнее из нашего организма. Делаем в динамике. И ложимся немножко отдохнуть. А я желаю вам хорошего дня. Не лениться, двигаться и получать удовольствие от жизни в любое время года. Катя, а ты когда-нибудь замечала, как разительно меняется город и люди в преддверии Нового года? Ну, конечно, конечно. Я и сама по себе чувствую, что приподнятое настроение хочется наряжаться все чаще и чаще. И яркие краски, и огни, и песни вот все это заполняют улицы, парки, скверы. Люди становятся добрее, отзывчивее, а после 20-х вообще начинают поздравлять друг друга с наступающим. А я вот заметил интересную тенденцию. Каждое утро 31 декабря в баню с друзьями мы не ходим, конечно, тем более сегодня вообще рабочий день. В общем, еще утром люди погружены в свои мысли о предстоящем рабочем дне. Он короткий, предпраздничный и такой суетливый. Пора успевать к накрытому столу. Это точно. И в середине дня 31 декабря в магазинах в очереди за батоном, маслом, икрой, овощной или зернистой. А к 6-7 часам вечера все уже по домам и усиленно режут салатики. В 9 вечера в магазине можно сильно удивить продавцов одним единственным вопросом. Как свежие огурцы закончились? Точно. А дальше все по накатанной. 12 часов Новый год, а после примерно часа полтора звуковой какофонии салютов, петарды и смеха, конечно же. Ну и вот как? Как, скажи мне, после этого работать? Ну мы же будем отдыхать. Но сейчас мы все-таки отработаем, ведь это наша любимая работа. Мы ведь с тобой любим телезрителей, хотел сказать, любим наших коллег и вот вообще любим то, чем мы с тобой занимаемся. Поэтому работать, конечно, можно. Давайте посмотрим, как ульяновцы подготовились ко встрече Нового года. Надо читать сценарий. Ну а в прошлом году звездой был Степан. Его приглашали на различные утренники, на выставки. Он славится своим добрым, миролюбимым характером, никогда не обижает деток и с удовольствием принимает любое угощение. И вот сейчас мы его угостим капустным листом. Ну а в этом году Степану придется расстаться со своим звездным статусом и передать эстафету вот этим замечательным декоративным крыском. Хвостику и его подружке кличку пока еще не придумали. Пару месяцев от роду по утрам недовольно голодные, а в общении простые, без признаков агрессии. Новые обитатели станции юных натуралистов пришлись по душе многочисленным гостям. На руки идут, особого ухода не требуют. Так что идеальный вариант для тех, кто желает иметь символ года в домашнем обиходе. При должном подходе живут около пяти лет, да и вообще, если верить восточному календарю и легенде о Будде, крыса – животное номер один. Кто первый переплывет через реку, тот откроет вот этот календарь. Все животные поплыли, река бурная, река большая. Первый вышел бык на берег, и вдруг он начал махать судорожно хвостом, все, и к ногам Будды упала крыса. Она его укусила в нужный момент, переплыла на нем, укусила в нужный момент, и он ее сбросил в аккурат туда, куда она, в общем-то, хотела. Еще одни грызуны тут же по соседству чилийские белки Дегу, прибывшие из Южной Америки. В отличие от крыс, на руки Нини прибывают в состоянии непрерывной подвижности, а уж если из клетки сбегут, мало не покажется. Если убегают, то могут перегрызть провода. У нас перегрызли у холодильника провод, сбежали, мы их тут ловили очень долго с Владимиром Константиновичем, и у обогревателя, меня меняли, вот там обогреватель стоит, там поменяли весь провод. Вот так вот. То есть они очень, на то они и грызуны. Неподалеку шиншилы в банках. Невероятно пластичный скелет позволяет вмещаться в одной емкости парой. Мех у них очень интересный, но у них нет сальных желез, им надо постоянно сушить. Если будет влажная атмосфера, мех набухает, весь все сваливается и становится очень некрасивым. Если падает шиншилла в воду, она тонет тут же. Потому что все это, ну, собак, собаки плавают, там других животных, они как бы смазывают мех свой вот этими сальными. Ну, специально у них там все это, а шиншилла нет. Из одной волосяной луковицы у шиншилл растет до 70 волосков. О, красавица! Да, вот-вот-вот-вот. Да, я бы тоже купаюсь иногда, но они режем, я тоже насыпаю. Хвост вытащила. Я поздравляю вас с наступающим годом в компании вот такого замечательного его символа. Желаю вам перенять хитрость, ловкость и такую житейскую гибкость во многих делах. Пусть все будет хорошо. Будьте здоровы, счастливы, любви и гармонии. Всех благ! С Новым годом! Картину дня дополнят региональные новости. В эфире предновогодний выпуск информационной программы «Реальность». Обратите внимание, насколько ярко и креативно выглядит елка в технопарке. Так вот, как раз в канун Нового года команда воспитанников и руководителей из технопарка «Кванториум» отправилась в Москву на престижное первенство, произведя усиленный, поверьте, усиленный мозговой штурм. Наша команда сумела произвести впечатлений и вышла, если пока не на международный, то на всероссийский уровень уж точно. Один из звездной команды Данила Филиппов считает себя везунчиком. Нашел компетентного наставника и тему в интерес и на перспективу. Мы разрабатываем продукт, который поможет в будущем биологам изменять какие-либо гены, вирусов, бактерии, получить лекарства, например, каких-то неизлечимых заболеваний, возможно, в будущем, то есть от рака, например. Но пока что это не так сильно возможно, но это все-таки находится на стадии исследований. И у нас главной задачей была его автоматизация, то, что мы делали ту задачу, которую биологи не могут сделать руками. Команда «Аргентум» получилась межрегиональной. Биологи из Мурманска плюс ульяновские программисты. Такое решение стало оптимально эффективным, хотя и потребовало колоссальных подготовительных усилий. А стартовали в мае, за полгода до финального инженерного конкурса «Квантериада-2019». Реально мы работали три часа в аудитории. Я им это все наговаривал практически монологом. С каждым лично работал. Они приходили домой и разворачивали это часов в десять, наверное, своей самостоятельной работой. То есть по срокам это как-то вот так. Где-то к сентябрю, когда мы уже съездили на очный этап МФТИ, вот там биологи поработали в лаборатории руками. Наши ребята-программисты это все увидели, еще раз поняли, как это устроено. Аргентуму, серебро заочных этапов и престижная четверка в финале, ценные перспективы и знания принципиально иного уровня. Всего же в первенстве участвовало более четырех сотен школьников, как российских, так и зарубежных. А само испытание поделили на десять направлений, треков. Воспитанницы технопарка Анна и Лиана отдали предпочтение гибкой электронике. Я учусь в классе физмат и мне нравится все, что связано с нанотехнологиями, с физикой. Нравится все техническое. Я учусь в классе бакалавриата международного и мне, по сути, нравится очень физика, а нанотехнологии это было очень неизведанное что-то и меня это очень сильно приманило. Думаю, вот как классно будет что-то новое узнать. Все заявленные проекты получат дальнейшее развитие. Кванториада-2019 явное подтверждение. Регион умеет взращивать талантливую молодежь. Татьяна Домоданова, Алексей Слипченко, репортер 73. Как вас зовут? Елизавета. Меня зовут Сергей. Робко и неуверенно, стесняется. Елизавета протягивает руку и осматривает кабинет главы региона. Это ее новогодняя мечта встретиться с губернатором Ульяновской области. И вот она исполнилась. Красивый кабинет. Мне он понравился. А вот садись давай на кресло губернатора. Садись от нас. Располагайся. Располагайся. Ну что, садись. Дальше, дальше, дальше. Садись, чтобы тебе удобнее было. Вот. Только что сегодня Владимир Владимирович прислал такую вот открытку президент Российской Федерации. Надеюсь, он поздравляет с Новым годом. Этот Новый год запомнится на всю жизнь, говорит семилетняя Лиза. Но уже спешит рассказать желания и на следующий год. Я хочу, чтобы я увидела своими глазами живую Владимира Владимировича Путина. Пятый год подряд первые лица региона примеряют на себя роль Деда Мороза и исполняют детские желания. В 2014-м подарки получили 36 ребят. Сегодня более 200. У меня касался молодой человек, который заказал, как и мой ребенок, он любит мультфильм, по-видимому, любит мультфильм «Черепашки-ниндзя». И, соответственно, сегодня ему я подарю «Черепашки-ниндзя» игрушки. Это очень интересно. У меня мой ребенок был очень увлечен этим до определенного возраста. Поэтому я думаю, что эти игрушки подарят ему очень позитивные эмоции. Кто-то загадал велосипед, кто-то планшет, кто-то мяч, а Юля Дадаева – коньки. Я уже давно научилась на котиках кататься. И это больше всего мне нравится из зимних игр. А ее младшие сестры в своем авторском послании пожелали кукол. Сегодня без подарков никто не ушел. Вместе с Дедом Морозом пожелать вам счастья. Пожелать вам огромного количества подарков. Пожелать вам, чтобы вы очень сильно любили своих мам, пап. С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, успехов! Чтобы никто не болел, чтобы все были по-настоящему счастливыми людьми. Марина Тимофеева, Юрий Давыдов, репортер 73. Встреча состояла в Центре культуры и досуговосход. После долгих споров и обсуждений между многодетными Димитровграда и городскими чиновниками с помощью региональной власти странам наконец-то удалось прийти к согласию. Межевой план земельного участка подготовлен. Остается поставить его на кадастровый учет, провести публичные слушания. У нас все земельные участки мы должны передать. Здесь сформировано с учетом спортивных площадок и локаций по детским садам. Были пожелания по отступу от телевизионной башни. Все это выдержали. Долго обсуждали, долго спорили. Вроде как про все все пришли. Это только первый этап, который включает в себя жилую застройку под 90 земельных участков. Вслед за этим готовится еще участок для многодетных. Межевой план направлен в Росимущество. Участок должен быть сформирован уже в начале следующего года. Муниципальную собственность из федерального ведения будет передано 450 гектаров под будущую застройку. составляет такой план на 20-й год и на 21-й год мы тогда будем уже планировать выделение бюджетных средств для того, чтобы начать строить инженерную инструктуру. Надо бы даже с вами четко понимать, кто готов строить, кто не готов строить. Значит, тот, кто не готов строить, чтобы мы просто понимали. Не готов, потому что невозможно найти деньги на проект. мы тогда предложим бесплатный проект. Для нас крайне важно, чтобы мы не земельные участки продали, а реально построить. Глава региона обозначил также задачу до 8 марта начало выделения земельных участков в первой очереди, определить, какие и где инженерные сети необходимо проложить, а также понять наполняемость инфраструктуры. Сергей Морозов рекомендовал руководству города взять пример Сауяновска и выбрать представителя многодетного поселения для принятия совместных решений. Любое их, так сказать, требования к органам местного самоуправления, там, управлением, службам является обязательным. Готовы? Хорошо, Сергей Морозович, мы пообщаемся в Пурианском облах, посмотрим, как нам его наложить здесь на Димитровград. Многодетные Димитровграды к такому подходу в работе, предложенному Сергею Морозовым, оказались готовы. Мы как бы четко нашли рабочий график, так что мы уже привыкли каждый месяц, полтора, встречаться в рабочем группе и решать вот эти вопросы важные. Следующая рабочая группа пройдет в январе. В помощь Димитровградским многодетным для обмена опыта приедут ульяновцы. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специальный для репортера 73 из Димитровграда. Восхищенные крики и детский смех наполняют Ленинский мемориал вот уже третий день подряд. Здесь начала работу новогодняя программа, где для гостей подготовили выставку елочных игрушек 19 века, квест, новогоднюю дискосеку и многое другое. Центральным событием стал спектакль «Просто щелкунчик». В этом году Ленинский мемориал решил удивить маленьких ульяновцев и их родителей. Сказка на все времена «Щелкунчик» с великолепной музыкой Чайковского закрутит детей и взрослых водоворот чудес и волшебства и станет центральным событием праздника. Уникальной эту постановку сделали живая музыка и захватывающая дух хореографии в исполнении воспитанников в студии эстрадного балета «Экситон». В спектакле принял участие 41 юный танцор и, по словам художественного руководителя, каждый из них проникся спектаклем и полюбил его. Мы приготовили нашему городу Ульяновску замечательную новогоднюю сказку, которая называется «Просто щелкунчик». Все танцевальные сцены в этой сказке исполняет эстрадный балет «Экситон», то есть его воспитанники, наши детки. Мне нравится эта постановка в том, что нужно верить в чудо. Зрители поняли, если верят в чудеса, то они всегда будут сбываться. Именно в этом спектакле изюминка его в том, что мы работаем с Ульяновским государственным симфоническим оркестром. То есть мы танцуем подживую музыку, и для нас это, конечно, сложно, но, безусловно, красиво, и это бесценный опыт для нас. Юные танцоры признаются, что для них это постановка возможность научить зрителей верить в чудо, как это сделали все артисты спектакля. Эта постановка это очень яркое явление, как мне кажется, вообще в культурной жизни, может быть, без преувеличения сказать, нашей страны. Почему? Потому что задействованы очень солидные силы исполнительские. Ну, во-первых, это, конечно, актеры, ведущие актеры драматических театров, Ульяновска. Вот. Это, конечно, потрясающий образцовый ансамбль «Экситон». Удивительно. Совершенно я впервые столкнулся, но это коллектив просто высочайшего качества. И, конечно, наш Ульяновский академический симфонический оркестр, который сейчас на подъеме, который является одним из ведущих оркестров в стране без преувеличения. Действительно, особую волшебную атмосферу создает музыка Чайковского в исполнении Ульяновского государственного симфонического оркестра. Для этого спектакля им пришлось урезать состав музыкантов, ведь всех артистов оркестровая яма Ленинского мемориала не вмещала, но это никак не повлияло на качество исполнения. Нелукаве можно сказать и о таланте ульяновских актеров, которым удается не только заинтересовать маленьких зрителей, но и заставить поверить в сказку взрослых ульяновцев. Погрузиться в мир волшебства и научиться верить в чудо можно до 6 января. За это время в Ленинском мемориале пройдет 22 подобных мероприятия. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. Атмосфера Нового Года складывается из компонентов, начиная от праздничных блюд, заканчивая украшениями и гуляниями. Для каждого человека есть свой, родной, определяющий атрибут празднества. Для многих это музыка. Специально для жителей Ульяновска Калил Уилсон исполнит рождественскую джазовую классику из знакомых всем с детства легендарных бродвейских мюзиклов, голливудских фильмов и другие композиции, ставшие визитной карточкой Нового Года во многих странах. Мастерство Калила неоднократно удостаивало самых высоких оценок от видных деятелей джаза со всего мира. Молодой артист в России не впервые и зима его не пугает. Скромный, чуть смущенный. Тщеславие, как он говорит, не его добродетель. А ему-то как раз похвастать есть чем. Калил Уилсон один из самых молодых джазовых артистов нашего времени. Калил, как его называют господин из Сан-Франциска, обладает уникальным глазовым тиябасоном и прекрасно заканчивая академической музыкой. Учился Калил Уилсон в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса как оперный певец и этномузыковед. Хотя ему пророчили успешную карьеру классического музыканта по совету легендарного гитариста Кенни Баррелла, он вновь обращается к джазу и выпускает свой первый сольный альбом. Моя карьера началась с детства, когда я просто начал петь и я встретил поддержку в своих родственниках, в своих друзьях. Они поддерживали во мне любовь к музыке и к пению. Я фактически просыпаюсь с песней, ложусь спать с песней. Благодаря трудолюбию и бесконечной любви к музыке Калил завоевал признание американской и европейской публики. Он лауреат многочисленных премий в номинации «Лучший джазовый вокал» и участник большого количества международных фестивалей как в самих США, так и в Европе и Азии. Праздники молодой артист встретит в России далеко от дома. Для меня это опыт моих поездок в Россию. Дома мы всегда собираемся вместе. Рождество это повод собраться вместе дома и послушать рождественскую музыку. Рождество это прежде всего о семье. Счастливого Рождества и Нового Года. Все. Поздравляю очень коротко. Всем мир. Артист говорит рождественская музыка о том, что все мы равные и все мы люди на земле. Также Рождество для меня это символ связи между Америкой и Россией. Всем мир. И ульяновцы с ним согласны. Впереди репетиция и сам концерт. Затем длительный тур по России. Приезд великого музыканта стал настоящим новогодним подарком всем меломанам города на Волге. Павел Петриков, Алексей Слипченко, репортер 73. Небольшой скромный снаружи, но богатый внутри музей патронного завода. Архивные записи, вырезки из газеты все помогают восстановить историю завода полностью. Однако музей готов принимать и другие выставки. Накануне на базе музея открылась выставочная экспозиция поисковых отрядах, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На торжественном открытии выставочной экспозиции собрались ветераны патронного завода, представители поисковых отрядов, школьники и друзья музея. Сейчас самое время в канун 75-летия победы обратиться к этой важной теме. Лучше всего это конечно рассказывают те предметы, которые мы до сих пор находим в нашей земле на месте боев и дети конечно же соприкасаясь с этими предметами они лучше понимают какой ценой нам досталась эта победа. На выставке следы войны письменные принадлежности бойцов записки, пряжки и монеты. Все артефакты были найдены двумя поисковыми отрядами на местах боев а сама экспозиция собиралась с сентября месяца. Как отмечают бойцы поисковых отрядов самый главный артефакт это смертный медальон. У нас было семь найден смертных медальонов и это чудо иначе как чудом назвать нельзя они все семь были прочитаны то сейчас часть находится на экспертизе часть уже прочитана информация установлена идет поиск родственников этих бойцов вернуть имена и перезахоронить останки на родине главной цель работы поисковых отрядов герои обычные граждане медики военные бизнесмены и даже домохозяйки этим занимаются все наши люди только лишь по зову души и сердца только лишь поэтому выставка открыта для всех и совершенно бесплатная как впрочем и посещение самого музея патронного завода руководство приглашая всех желающих на экскурсию в том числе школьные классы Максим Бажанов Юрий Давыдов репортер 73 Всего хорошего наилучшего здоровья счастья благополучия всего-всего Всем здоровья в первую очередь счастья и успех в новом году Здоровья счастья пускай немножко денег побольше будет Успехов здоровья ну всех чтобы все сложилось как они хотят Здоровья конечно добра улыбок любви хорошая встреча побольше нам рабочих мест чтобы люди могли работать здоровья прежде всего здоровья и остальное мне кажется все приложится семейного благополучия счастья здоровья обычные жизненные радости маленькие здоровья счастья побольше денег я могу сказать побольше денег здоровья главное я хочу поздравить всех жителей города Ульяновска ну и заодно всех жителей нашего огромной страны с Новым Годом с наступающим и пожелать всем здоровья и прекрасного встречи всем здоровья и побольше денег их всегда мало только удачи и счастья удачи счастья и здоровья самое главное удачи в делах главное и особенно в работе чтобы очень удачно устроиться с работы это сейчас самое главное что для нужно для жителей нашего города здоровья и много много всего хорошего здоровья самое главное чтобы пенсию прибавили нам с первым самый праздничный чтобы Новый Год был а вот что они сами себе хотят то пусть скорее всего и сбудется Новый Год Субтитры подогнал «Симон» 6 января Ленинский мемориал Легенда советской эстрады Сергей Беликов Большой новогодний концерт Билеты на сайте Тикетфан.ру и в концертных кассах города Наступает время создавать новое время оттачивать свое мастерство быть безупречным в детали Лучшим из лучших ГРОС Гарантия Совершенства По данным сайта Гесметио 31 декабря в Ульяновске пасмурно снег Температура воздуха по области ночью от минус 3 до минус 7 днем минус 1 минус 5 градусов В городе температура воздуха ночью минус 4 минус 6 днем от минус 2 до минус 4 ветер юго-западный 6-8 метров в секунду атмосферное давление 732 миллиметра артутного столба Володя, как ты относишься к подаркам, которые делают своими руками? Исключительно положительно Но это правда Подарки эти находят своих адресатов иногда даже не на Новый год а в основном на день рождения одаряемого у меня вот такая градация А ты сам к Новому году что-то делал в своей руке? Ну, в детском саду помню, да Были аппликации шарики из ниток и клея ПВА елочные украшения дождик, бумага в общем, все шло в дело Так, а сейчас почему-то эти навыки не используешь тогда? Лень Лень Просто лень В магазинах сейчас такой большой выбор украшений что делать что-то самому уже не имеет смысла Вот зря ты так думаешь, Володь Всевозможные праздничные мелочи сделанные своими руками как нельзя лучше подчеркнут индивидуальность твоего дома в том числе и создадут характер украшенного интерьера И в этом, кстати нам сегодня опять подскажет наша любимая Валерия Лобода и ее рубрика Стиль Доброе утро дорогие телезрители Неумолимо близится к нам новогодняя ночь самая волшебная ночь года в которую каждый из нас с вами верит в волшебство Даже если вы уже перестали давным-давно верить в Деда Мороза в волшебство исполнения желаний вы все равно верите Так как я эксперт по гармонизации пространства а еще и эксперт по гармонизации энергии сегодня мы с вами поговорим об очень приятном тренде 2020 года который начался еще в 2019 это тренд на самообразование очень многие люди увлеклись разнообразными курсами и марафонами про один такой известный марафон исполнения желаний вы наверняка слышали так вот сегодня я устрою вам экспресс-мастер-класс по загадыванию желаний чтобы они у вас сбывались быстро легко и самым наилучшим образом для вас нужно выполнить всего лишь несколько простых шагов для того чтобы обладать желаемым вам об этом никто не расскажет но сегодня я открою этот секрет вы уже наверное слышали что загадывать желания нужно в настоящем времени так вот не просто в настоящем времени а так как будто вы уже обладаете тем чего так давно хотели например я ношу шубу в 2020 году причем я ношу шубу из норки в 2020 году а не так что я хочу носить шубу из норки в 2020 году и здесь может быть абсолютно любое ваше желание не я хочу квартиру а я живу в своей собственной квартире как совершившийся факт конечно же не забывайте о том чтобы ставить дату своего желания ставьте временные рамки так вселенная будет лучше знать к какому времени исполнять ваши желания еще один немаловажный факт желание должно содержать максимальное количество нюансов когда вы чего-то хотите проговаривайте абсолютно все мелочи которые должны присутствовать в вашем исполнившемся желании это крайне важно потому что если вы не проговорите абсолютно все нюансы то когда желание исполнится вы можете испытать разочарование что сбылось оно неправильно или не полностью чтобы этого избежать уделяйте внимание деталям и конечно же избегайте частицы не и отрицательных выражений и слов и заряженных негативно потому что вселенная просто не слышит частицу не и наш ангел-хранитель который стоит у нас за спиной записывает все в точности так как мы ему говорим поэтому утвердительно в настоящем времени с указанием дат и с максимальным количеством подробностей о своем желании тренд прошлого года это карты желаний потому что еще конечно же желание нужно визуализировать если вы этого не сделаете то желание будет исполняться достаточно долго и вселенной будет сложнее понять чего же вы на самом деле хотите так вот карты желаний уходят в прошлое больше не нужно ничего клеить не нужно делать эти огромные плакаты нет сейчас тренд на медитации поэтому вы также можете сделать медитацию для исполнения своего желания все что потребуется от вас это закрыть глаза сделать глубокий вдох сделать хороший выдох полный немножечко подышать в спокойном ритме и представить себе что ваше желание сбылось вот прямо сейчас и вы им уже обладаете насладитесь этим ощущением отметьте абсолютно все детали и испытайте реальные эмоции как будто у вас уже все есть о чем вы желаете и наслаждайтесь этим до тех пор пока вам приятно это может быть 5 минут может быть 10 минут это может быть 15 минут я думаю что 15 все-таки достаточно потом спокойненько делаем глубокий вдох медленный выдох и открываем глаза после этой медитации для исполнения своего желания вы почувствуете очень приятное состояние и я уверена что выполняя эту простую медитацию несколько раз в неделю или несколько раз в месяц ваше желание исполнится максимально быстро и самым наилучшим образом для вас так что прислушивайтесь к нашим советам смотрите нашу рубрику мы встретимся с вами в 2020 году и я желаю вам счастливого Нового года и чтобы все ваши желания сбывались ой Володя какое-то у меня волнующее предвкушение внутри 31 декабря вот уже скоро скоро Новый год но самый главный гость немножечко опаздывает кого мы сегодня ждем ну как всегда естественно его доброго новогоднего волшебника Деда Мороза заждались уже хотя утро ему наверное надо как-то время плюс у него сегодня активный вечер будет я думаю что он просто разносит подарки огромному количеству ребятишек но о нас точно не забудет тем более я уже слышу его шаги да дедушка как мы рады с вами встречи здравствуйте дорогие мои присаживайтесь доброе утро я пришел здравствуйте как от вас холодом поверило в студии у меня доброе утро дедушка мы очень очень вам рады вот я хоть и взрослая уже дамочка и у меня у самой двое детей но мы действительно радуемся как дети спасибо что нашли время и пришли к нам в гости и традиционный вопрос как просыпается Дед Мороз Дед Мороз в новогоднюю ночь вообще не спит потому что забот и хлопот как говорится полон рот очень много дел и которые нужно успеть сделать за этот новогодний предновогодний день но вот как дедушка Мороз готовится к новому году какие задачи перед собой ставит сколько у него дел да но вообще на самом деле конечно у Деда Мороза очень много дел и забот зимой перед новым годом потому что нужно успеть укрыть снегом деревья поля леса луга деревья дома чтобы все было красиво нужно нанести на окна снежные узоры да чтобы все было волшебно нужно заморозить речки озера вот у Деда Мороза много помощников иначе бы он просто не успел бы сделать все эти дела и вот мы еще значит зимой строим ледяные катки снежные дворцы различные ледяные фигуры украшаем город гирляндами неоновыми огнями в общем на площадях ставим различных красивых животных зверей птиц ну и само собой на центральных улицах города там ставится огромная елка украшенная волшебными огнями чтобы каждый человек который приходит туда сразу понимал что скоро состоится вот самый замечательный праздник в году новый год чтобы прозвучали вот эти самые главные слова волшебные с детства раз два три елочка гори это вот слова которые наверное невозможно забыть нет как дедушка мороз я их лично никогда не забываю а вот это и догадываешь желание я вот хотел раз мы о памяти начали говорить как дедушке морозу удается не забыть списочек где-то составляется или там современные технологии сейчас на помощь приходят вы про подарки или что вообще план действий вот столько дел тут снегом укрыть тут заморозить воду и ничего не забыть ничего не пропусти да это действительно тяжело но я говорю у меня много помощников которые мне напоминают это сделать так что все нормально как говорится с планом все в порядке дедушка ну а как вы узнаете какие желания мы загадываем мои взрослые дети в самом начале зимы мне начинают поступать письма которые мне приносят белки зайцы совы различные животные и конечно снеговики ночью они оживают идут на почту оттуда отбирают всю почту литмороза и приносят мне вот поэтому иногда снеговиков поутру не оказывается на том самом месте где где их построили просто они значит перешли на другое место все эти письма я внимательно читаю запоминаю кто что загадал кто что попросил у меня есть огромный замечательный такой сказочный мешок он настолько большой что туда в общем-то могут поместиться все подарки мира вы хотите конечно спросить а как я я опускаю руку в свой волшебный мешок в бороду шепчу имя ребенка и волшебный подарок оказывается у меня в руке который я вручаю здорово я конечно стараюсь подарить абсолютно всем подарки всем детям без исключения не хотелось бы чтобы кто-то в новый год остался без подарка но скажу вам по секрету что больше всего мне приятнее дарить подарки детям которые весь год хорошо себя вели слушались маму и папу помогали бабушкам дедушкам выполняли какие-то в общем обязанности по дому ну и само собой учились на 4 и 5 но таких много детей все-таки их наверное больше их абсолютное большинство а вот коллега или родственник ваш санта-клаус он вот если ребенок плохо себя вел там какие-то уголечки ему вместо подарков подкидывать а у нас с этим как-то попроще да вот этим мы отличаемся что мы добрее мы абсолютно добрее да взрослые пишут письма или уже не веруют вы знаете иногда бывает что и взрослые пишут письма но чаще они загадывают в новогоднюю ночь желания и эти желания я тоже стараюсь выполнять как правило мужчины просят помочь им в каких-то жизненных трудных ситуациях разобраться с этой ситуацией ну а женщины как правило просят для себя счастья ведь каждая женщина хочет быть счастливой правда же а детки что больше всего просят игрушки да детки как правило просят ну это тоже зависит от возраста ребенка дети которые помладше просят машин кукол там я не знаю какие-то игрушки а детишки все-таки постарше они и посовременнее поэтому просят уже гаджеты смартфоны или планшеты но хочу вам сказать что бывает иногда и очень необычные пожелания когда ребенок просит не какую-то конкретную игрушку а просит исполнить его желание какое-то и желание достаточно интересное бывает например кто-то хочет стать волшебником кто-то хочет стать очень красивым или самым сильным и чтобы Вовка из 3-го В его больше не трогал но я хочу сказать чтобы стать самым умным красивым там сильным для этого надо заниматься спортом посещать различные секции вот и тогда можно достичь а не было таких детей которые загадывали хочу быть Дедом Морозом бывает бывает получается у них ну для этого нужно пройти определенный курс молодого Деда Мороза чтобы потом вследствие стать настоящим дочь я там вот бороду рощу но когда я в нее что-то говорю у меня волшебный в руке ничего не появляется у меня поэтому дочь попросила в этом году написав вам письмо но она его положила в морозильную камеру в полную вере что вы оттуда его заберете и она попросила волшебную палочку сказала ну я же сама тогда в себе все и наколдую не стоит ребенка разочаровывать нужно обязательно чтобы когда она посмотрит в эту морозильную камеру в следующий раз надо чтобы этого письма там не было то есть чтобы письмо ушло по назначению оно ушло оно уже ушло он там маленький с ним пробрался постарайтесь выполнить желание ребенка а для чего Деда Мороза посох ну во-первых как бы возрастные трудности мне все-таки больше трехсот лет и вы знаете иногда бывает довольно тяжело перебираться через огромные снежные сугробы и посох мне в этом помогает ну а потом с помощью этого посоха я все-таки делаю различные волшебства да во-первых я деревья укрываю снежком я зажигаю новогоднюю красавицу елочку на различных новогодних мероприятиях и исполняю желание детей а вот кстати желание детей когда Дедушка Мороз приходит я не знаю это откуда-то из глубокого детства повелось что ребенок встает на табуретку обязательно и рассказывает стишок как вы уже наверное все стихи знаете или удивляют я хочу вам сказать что к сожалению я знаю только традиционные стихи потому что каждый год их пишут все больше и больше больше и больше и вы хотели спросить для чего ребенка ставят на табуретку ну да то есть ну чтобы он повыше к дедушке был или ну во-первых поближе не повыше поближе к дедушке да чтобы дедушка хорошо его слышал а во-вторых чтобы все гости которые собрались сегодня за праздничным столом все также увидели этого ребенка а у дедушки мороза кроме снегурочки какая семья большая ли у дедушки ну мы знаем что это двоюродный брат или вот санта-клауста какой он там брат а вот какова семья дедушки ведь один работаете на семью это время есть действительно вот из самых близких родственник и родственников это моя внучка снегурочка есть еще баба яга но это довольно дальняя родственница дальняя не случайно вот во многих сказках судьбы деда мороза и баба яги они как-то переплетаются вот есть еще совсем дальние дальние родственники это тоже деда мороза но в других странах их зовут там по-разному но суть одна мы приходим в новый год и дарим детям подарки я хотел бы рассказать стишок с удовольствием послушаю если вы еще не забыли я может быть не полностью его вспомню но он такой предновогодний он мне очень нравится утром кот принес на лапах первый снег первый снег он имеет вкус и запах первый снег первый снег значит скоро очень скоро полетят салазки с горок замечательно это если убрать все новогодние стишочки которые тоже где-то в голове остаются вот кстати магия наверное этих стихов ты вроде бы их каждый день не рассказываешь но когда кто-то начинает говорить они сразу всплывают в памяти это все волшебство нового года конечно конечно абсолютно то же самое и я могу сказать про новогодние песни мы же тоже их не поем каждый день но когда кто-то начинает пить мы с удовольствием их подтягиваем да а у дедушки отпуск летом надыхает летом или готовится опять к очередному сезону отпуска у меня к сожалению не бывает просто после нового года я уезжаю к себе в резиденцию и там уже после всех новогодних праздников начинаю готовиться к следующим новогодним праздникам это опять вот составление плана на год что нужно сделать и опять-таки сбор подарков для детей в следующем году и сегодня 31 декабря всем хотелось бы услышать поздравления с новым годом именно от вас дорогие ульяновцы я желаю всем наступающим в 2020 году мира в душе добра к своим родным и близким любви огромной любви счастья в семьях с наступающим новым годом ну а мы продолжаем разве что забыл спросить дедушку поэтому дедушка ушел до следующего года вот теперь продолжаем в завершении последней в этом году программы мы конечно же хотели бы поздравить всех ульяновцев с наступающим новым годом и приближающимися каникулами подожди Володя как же наша традиция рассказать сегодня о том какие еще праздники отмечает вся планета ну не вопрос например в Азербайджане сегодня все отметят день солидарности азербайджанцев мира а в Кыргызстане на 31 декабря выпал профессиональный праздник местных таможенников а вот в США сегодня отмечается символический праздник день шампанского а в Японии прощальное кипячение чайника в году а еще сегодня можно отметить день проводов как-то это приземленно очень лучше день троп усыпанных конфетти и блестками тропы эти ведут к новому году я надеюсь именно именно Володя и нам предлагаю прямо сейчас встать на эту тропу для того чтобы попрощавшись с телезрителями с головой окунуться в подготовку к этому празднику новогоднее настроение нам помогает создавать партнер программы салон цветы и штучки с наступающим новым годом друзья с новым счастьем с вами мы увидимся уже в 2020 году все так же на двух телеканалах репортер 73 и ОТР просыпались вместе с вами Екатерина Терещенкова и Владимир Гаврилов до встречи в новом году с новым годом с новым годом и от diam или с новым годом было стихотворено с новым годом немецко